Начал работу Международный экономический форум. На три дня город на Неве стал центром мировой экономики и политики. Почти 6 тысяч участников из 114 стран. Причем 900 человек. Это главы российских и зарубежных корпораций. На полях форума Владимир Путин проведет переговоры на высшем уровне с руководителями иностранных государств. Но вначале президент пообщался с российскими бизнесменами. Первый же вопрос предпринимателей касался недавно созданных территорий, опережающего развитие. Мы должны обсуждать, должны вместе с вами вырабатывать. Ну, имея в виду, конечно, мы повторяем постоянно это, и я повторю еще раз, с обязательным соблюдением макроэкономических параметров и с проведением взвешенной бюджетной политики. Взвешенной, имея в виду, и думаю, вы меня поймете, речь идет о том, чтобы нам инфляцию держать, с тем, что нам нельзя резервы распылять, а нужно, наоборот, их консолидировать и заботиться о них, как о подушке безопасности. В сравнении с прошлым годом на Петербургский форум приехало на порядок больше иностранных компаний, несмотря на давление Вашингтона. Бизнес-интересы оказались сильнее политических разногласий. Готовятся к подписанию и новые контракты. Также свои мероприятия в Северной столице проводят БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. Франция вслед за Бельгией арестовала российское имущество по иску бывших акционеров ЮКОСа. Помощник президента России Андрей Белоусов уже заявил, вердикт был вынесен с рядом нарушений, однако в ближайшее время также могут поступить и другие страны. Напомню, накануне страна обвинения выиграла процесс в гаагском арбитраже. Сумма иска превысила полтора миллиарда евро. Белоусов отметил, что такое решение сильно политизировано, а в Кремле его назвали незаконным и пообещали оспорить в судебном порядке. Кроме того, помощник президента не исключил, что в случае продления санкций ЕС Россия ужесточит ответные меры. В центре Москвы завершилась реконструкция Октябрьского тоннеля. Сегодня результат работы смотрел Сергей Собянин. Перед рабочими стояла задача не просто восстановить изношенные конструкции, но повысить безопасность движения. Заодно привели в порядок и Калужскую площадь, которая находится прямо над тоннелем. Матвей Шестаков продолжит. Он по-прежнему смотрит вперед с высоты постамента. Неизменным после реконструкции Калужской площади остался разве что памятник Владимиру Ленину. В остальном сплошные перемены. Расколовшуюся от времени и нагрузок плитку заменили новой. Теперь здесь идеально ровное покрытие и гранитные парапеты. Аккуратные газоны, цветники и клумбы. Отдохнуть от городской суеты можно на лавочках. Отспастись от летнего зноя помогут фонтаны и деревья, создающие уютную тень. Отдыхайтесь просто хорошо, говят, думают отлично. Железь, что наша жизнь прогревается. Четыре велопарковки, часы и информационные стенды – тот же указатели основных туристических маршрутов. Новый облик площади сегодня оценил и мэр столицы. Понравилась ли мне реконструкция? Вы были? Да, я местный житель. Стало замечательным. В целом, негде было сидеть. В фонтанке работали, зелень тоже была какая-то. А сейчас тепло. Делали мы достаточно много. Тысячи кустов посадили, новые деревья. Ну да, и газон. Комплексом так привычно. Стала такая красивая, мне кажется, площадь. Стало гораздо лучше. Спасибо большое. Ночью Калужскую площадь освещает сто фонарей, а на деревьях сияет светодиодная подсветка. Самый сложный объект реконструкции находится не на площади, а под ней. Октябрьский тоннель был построен в 1961 году и с тех пор капитально ни разу не ремонтировался. Поток автомобилей здесь почти всегда плотный. Тоннель соединяет Садовое кольцо, улицу Большая Екиманка и Ленинский проспект. Именно поэтому движение не останавливали ни на минуту. Количество полос в каждую сторону просто сократили с трех до двух. Сейчас вернули прежнюю схему движения. Реконструкция длилась два года. Заменили балки, переложили коммуникации. Появилась современная, а главное, надежная гидроизоляция. С потолка больше ничего не капает, камни не отлетают. Комфорт и безопасность автомобилистов обеспечит новый материал. Фронтон. Им облицованы стены тоннеля. С солнечного дня, вот с такого, заезжая в тоннель, темно. Вот именно в эту секунду бывают аварии. Этот же тоннель, он позволяет сгладить вот этот вот въезд. Следовательно, автомобилист, заезжая в тоннель, с перепугу, он не оттормаживается. Он идет ровным потоком. Водители уже оценили и дорожное покрытие. Рабочие уложили 500 метров асфальта и нанесли разметку. Реконструкция тоннеля – часть городской программы по развитию транспортной системы. Идет масштабная реконструкция транспортно-мостовых сооружений. За последние годы реконструировано 8 объектов. В этом году находятся в работе еще 4. Сегодня закончен тоннель под Калужской площадью, так называемый Октябрьский тоннель. Были проведены большие работы по замене конструкции, освещению, замене инженерной коммуникации. Отремонтированный тоннель прослужит еще полвека. А Калужская площадь, как и прежде, будет комфортным местом для отдыха москвичей. Мадвей Шостаков, Руслан Прохоров, Илья Ушаков, Андрей Былычев, ТВ-центр, Москва. В Донбассе сегодня начали действовать новые правила пересечения границы между провозглашенными республиками и подконтрольными Киеву территориями. По сути, это очередная попытка украинских властей устроить транспортную блокаду. Подробностью Алексей Платонова. Вслед за массированными обстрелами украинские власти приготовили для Юго-Востока новые испытания. Ступили в силу измененные правила пересечения линии разграничения Донбасса и территорий подконтрольных Киеву. Резко сократилось число пунктов пропуска. Полностью запрещено передвижение общественного транспорта. А на личных машинах теперь нельзя перевозить товары. Новый виток блокады лишил тысячи жителей Юго-Востока возможности ездить за продуктами и получать полагающиеся им украинские пенсии. Будем все на ДНР переходить пенсии, а что делать? Власти объясняют, нужно было навести порядок и ликвидировать коррупцию на границе. В итоге гигантские очереди на пунктах пропуска и полная неопределенность, как и где получать новые разрешения на проезд. Это идиоты, которые устроили такую жизнь. Мы же считаемся Украиной. И здесь Украина, и там Украина. Кем? Кто ее оккупировал? ДНР. А кто такой ДНР? Вот я ДНР. Разговоры вот эти об оккупации, это такая чушь. И российских войсках у нас, никого там нет. Там воюет народ за свою землю. Зато стало известно, с кем воюет украинская милиция на подконтрольной Киеву территории Луганской области. СМИ сообщили об аресте командира и семерых бойцов батальона «Торнадо». Подчиненные Руслана Онищенко оборудовали настоящую камеру пыток, где избивали и насиловали задержанных граждан. Все происходящее при этом снимали на видео. Членами этой преступной организации на базе рот и милиции были оборудованы потайные места в подвальном помещении общеобразовательной школы города Приволия. Также там были приготовлены средства, которые применялись для совершения насильственных действий, нанесения побоев и телесных повреждений гражданам, которых незаконно задерживали. Детально рассказывать о том, что перенесли эти люди, просто не поворачивается язык. За коллег вступились бойцы других подразделений и радикальные активисты. Мол, гонения на торнадо начались из-за того, что батальон активно боролся с контрабандой и конфликтовал с властями Луганщины. Вот только в его составе много людей, ранее имевших проблемы с законом и составлявших костяк батальона «Шахтерск». Его разогнали за дискредитацию МВД. Сегодня Арсен Аваков подписал приказ и о расформировании торнадо. Однако судьба одного отдельно взятого подразделения милиции ничего не решает, если ненависть к собственным гражданам возведена на Украине в ранг государственной политики и подпитывается предложениями радикалов. Несколько миллионов граждан США японского происхождения были депортированы в специальные концлагеря, потому что эти люди представляли опасность для страны. Америка сбросила атомную бомбу на Японию, а ранее уничтожала немецкие города. На оккупированной территории и в прифронтовой зоне мы должны поступать полностью по-американски. Если у нас есть неконтролируемые территории, если мы их не можем вернуть, они должны быть непригодными для жизни. Если не нам, то никому. Киев говорит о реинтеграции Донбасса, но на деле все активнее следует подобным предложениям. А значит, недалеко и до реального создания концлагерей в стране, которая претендует на вхождение в Евросоюз. Алексей Платонов, ТВ-центр. На Украине генпрокуратура и МВД объявили, что громкое убийство журналиста Олеся Бузины раскрыто. Задержаны трое подозреваемых. И сегодня Верховная Рада отправила в отставку главу СБУ Валентина Наливайченко. Увольнение известного деятеля Евромайдана инициировал президент Петр Порошенко. В тонкостях политической борьбы на Украине разбирался Никита Васильев. В Киеве вновь делят власть. Глава СБУ, все больше проявляющая себя на политической арене, явно перешел все границы, уверены сторонники президента. По данным СМИ, Валентин Наливайченко якобы мог начать бороться с коррупционерами в окружении Порошенко. Глава государства, видимо, почуяв опасность, принял молниеносное решение уволить главу СБУ. В 9 утра предложение было внесено в Верховную Раду. Никаких интриг личного или политического характера в этом нет. Президент считает, что в нынешней ситуации СБУ должен возглавлять не политик, а кадровый профессионал разведывательного дела. В итоге депутаты проголосовали за отставку Наливайченко. Экс-глава спецслужбы решил уйти в политику. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко пообещал ему поддержку. По словам Луценко, пока конфликт в Донбассе находится в полузамороженном состоянии, опасаться надо подрыва Украины изнутри. Это якобы новая стратегия России. И помешать этому может только новый глава СБУ. Пока власти Украины ищут причину всех своих бед на Востоке, обычные киевляне обратились к Западу. Сотни людей с желто-синими флагами пришли к зданию посольства США с одним единственным требованием. США! Эй, с Украины! Забрать американских военных и их оружие из Донбасса. По мнению активистов, именно США подстрекают украинские элиты к войне. Вместо того, чтобы помочь восстановить разрушенные заводы, Вашингтон говорит лишь о поставках оружия. США! Забирайте свои войска из Украины! Нам не потребна ваша помощь! Вы сами сможете справиться со своей политической и экономической ситуацией в Украине. Разбираться приходится каждый день. В погоне за экономией и попыткой найти хоть какие-то средства для экономики страны, власти не устают издавать новые законы. С сегодняшнего дня банки, к примеру, могут не возвращать срочные вклады раньше указанного в договоре срока. Вслед за тарифами очередь дошла и до алкогольной продукции. Цены обещают поднять на 25-40%. Украинцам уже намекают, пора пересаживаться на двухколесный транспорт. В Киеве прошел флешмоб на велосипеде до работы. Экологично, полезно и, главное, дешево. Никита Васильев, ТВ-центр. Девять человек стали жертвами стрельбы в американской церкви в городе Чарлстон. Нападавшим удалось скрыться, его поиски продолжаются. Основная версия – преступление на почве расовой ненависти. Все погибшие – афроамериканцы. Это уже не первый подобный случай, произошедший в городе с начала года. Кирилл Парменов расскажет подробности. Гладко выбритый молодой мужчина в серой толстовке и синих джинсах. Такие ориентировки разосланы сейчас по штату Южная Каролина. Убийце девяти человек удалось скрыться, поиски продолжаются. Мы разыскиваем белого мужчину, примерно 21 года, со светлыми волосами. Если кто-нибудь располагает информацию об этом человеке, призываем незамедлительно об этом сообщить. Я полагаю, что преступление совершено на почве ненависти. Расовая ненависть – основная версия произошедшего. Около девяти часов вечера в африканскую методистскую церковь заходит мужчина и открывает стрельбу. Восемь чернокожих прихожан погибают на месте, еще один уже в больнице. Среди жертв – член Сената Южной Каролины, пастор Клемент Пинкни. Причина, которая могла бы побудить человека прийти в церковь и стрелять в молящихся – это ненависть. Это самый низкий поступок, который можно себе вообразить. Мы отдадим под суд преступника как можно скорее. Полиция ведет расследование совместно с ФБР. Случай не бытовой. Версия о заложенном рядом взрывном устройстве не подтвердилась. Но место происшествия по-прежнему отцеплено. Дороги перекрыты. По горячим следам задержан молодой человек. Однако, судя по тому, что поиски все еще ведутся, это не тот, кто стрелял. А в Южной Каролине ждут новых волнений в среде чернокожего населения. С начала этого года нынешнее преступление уже не первое совершенное на почве расовой нетерпимости. В апреле белый полицейский восемь раз выстрелил в спину безоружного нарушителя дорожного движения. Афроамериканец погиб на месте. Кирилл Парменов, Алексей Панин, ТВ-центр. Об экономических успехах российской автомобилестроительной группы ГАЗ рассказал сегодня Дмитрию Медведеву предприниматель Олег Дерипаско. Встреча состоялась в подмосковной резиденции Горки. Давайте обсудим и меры по поддержке экспорта, ну и в целом программу поддержки, которую действительно правительство вместе с крупными компаниями, включая ГАЗ, реализовывало в последнее время. Сложилась следующая ситуация. Мы используем эту поддержку, смогли провести улучшение модельного ряда. Это позволило занять государство на рынке, о котором я говорил. По словам бизнесмена, несмотря на сложную экономическую ситуацию и колебания курса рубля, отечественные автомобилестроения демонстрируют уверенный рост. Особенно это касается производства грузовых автомобилей и машин скорой помощи. Продолжение следует...